Всем добрый вечер, играю в Блиц на Лечесе против довольно сильного соперника, с которым, как вы видите, уже приходилось мне играть одну партию, причем без осуществления комментариев и все равно победить не удалось. И у нас дебют рейти, сыграю в Б4, здесь у черных широкий выбор, Ф6, основной ход снежа 4, возможно, иногда играют А5, Ц5, даже Куни Ф6, но, как мне кажется, все-таки именно ход пешкой на Ф6 здесь наиболее принципиален, больше всего шансов на уравнение дает Ц5, тоже возможно, но здесь, Здесь слон Б2, например, есть ответ, более-менее неплохой, слон Ф5, ну и, наверное, можно центр подрывать, я не знаю, правда, в каком порядке, БЦ, Куни Ф6, сразу не получается, а ход Е3 сразу, все-таки, с жертвой пешки. Давайте сыграем Е3. Помню, черные должны забирать на Е3, потом должны забирать на Б4, иначе им трудно рассчитывать на полноправный контур-рона, и после ЦБ буду смотреть по ситуации, возможно, просто А3 сыгра. Возможно, возникает неплохое преобладание в центре, взамен этой лишней пешки, которую завоевывают черные. А сыграя на Кунице 6, ход-то на самом деле тоже очень сильный, скорее всего, я его недооценил. Если на Б5, Куни Б4, я не успеваю съесть все черные пешки, просто потому, что полетает вилка на Ц2. Тогда, может быть, можно сыграть просто Е3. Теперь на Куни Б4 у меня есть простой ход Д3, как мне кажется, по крайней мере. Ну, и пилы удерживают весь материал, может быть, даже хорошую позицию имеют на самом деле. Правда, черные могут просто Е6 сыграть, да. Тоже не совсем ясно, к чему это все приводит. Если я возьму на Ц5, что произойдет? На СЛНЦ5 там СЛНЖ7 с какими-то осложнениями, наверное, не безвыгодными. Куни Ф6, ДЦ, Куни Ф6, задавь Ф4. Давайте попробуем ДЦ. Так, правда, есть еще какой-то ход Ф5. Ладно, разборюсь по ситуации, на Ф5 может быть С3 просто. И СЛНЦ5. Буду нуждая, возможно, взять ее Ферзем. Посмотрим. Совершенно не очевидно, что мой соперник сыграет именно Ф5. Тут есть и альтернативы неплохие. Но я бы этот ход все-таки рассмотрел. По-моему, он достаточно достойный. Потому что взять на Ц5, СЛНЖ7 я не вижу какой-либо конкретной здесь неприятности для себя. А сыграл на КНД3. Но я тогда просто возьму... План у меня был в том, чтобы сыграть Ферзь Д4. Там просто Ферзь Д7. Может, ничего хорошего для меня и нет. Да, об этом, конечно, надо было подумать пораньше. Что мне теперь делать, не совсем ясно. Как не проиграть? То есть я могу... Давайте шаг дадим. Я могу не отдать материал, но... Позиция будет не очень комфортная. Ферзь Д7, мне кажется, скорее всего, все-таки стоит сопернику сыграть. Здесь, конечно, и другие пути, но... Размен Ферзей, в принципе, черным очень выгоден. Ну, и я, скорее всего, должен брать... Сиграю пока конь Д2. То есть, может быть, коня веду на Б3, чтобы, по крайней мере, осложнить черным задачу по отыгрыжу этой пешки. Ф6 это грамотно. Вырубаю моего слона, но, по крайней мере, я пока придержал эту пешку. Не могу сказать, что у белых так плохо. Пешка Е6 тоже уязвима. Какие-то кони прыгают на поле Б5. Может, хочу слона взять. Но, в то же время, сомневаюсь, что белых здесь перевес. И еще у меня есть ощущение, что соперник где-то упустил более выгодные возможности. Так, сыграю пока 2-0. Времени довольно мало. Играем мы без добавки. На Л1 есть ход Е5. От меня отняли выгодную возможность конь Б5 шаг. Это плохо. Сыграю Ф4. Пытаюсь предотвратить все-таки проведение Е5. У черных конь С6 есть неплохой ход. Наверное, какие-то альтернативы тоже существуют. С6 сыграно. БС. Да, на конь Д4 всегда слон С5. Сыграю слон С3. Может быть, слона Б6 переведу. Пока шаг. Отнимаю поле Д8. Ставлю ладью на открытую вертикаль. С1 Б6. Так, котят С есть. Сыграю все равно ладья Д6. Заберу, сыграю С5. Съем пешку на С6. Мой соперник, кстати, сильно играет в пули. И вот это заметно, на самом деле, по вот этой партии в блиц. Так. Ну, довольно сложно это комментировать. Видимо, у белых каким-то образом возник перерез, который, правда, практически сразу же отдал. Здесь уже игра идет в рубку флага. Попытаюсь его срубить. Премни у меня действительно много больше, так что, скорее всего, это удастся сделать. Ну, хорошо. Давайте еще одну. Да, соперник соглашается. И смотрим, что у нас здесь получится в дебюте. Ну, ход С3 пока не обозначает намерение белых. Может получиться какая-нибудь лондонская система. Ну, кстати, она и выходит в итоге. Здесь ферзь Б6 есть хороший ход, наверное, сильнейший объективно. Ну, понимаете, ферзь Б6 настолько часто играю. Давайте вот в этот раз сыграю Е6. Ход, конечно, послабее. Но тоже есть свой свой резон в нем, на самом деле. Ладно, да. В белых есть ходы слом Б5, слом Д3, слом Д3. Долгие годы считался основным. Ферзь Е2. А, кстати, ферзь Е2 интересное решение. Мой соперник не спешит ни Е4 проводить, ни коня на Е5 ставить. А что мне, собственно, делать? Если сыграя ферзь С7, соперник успеет предотвратить ход Е5? Мне интересно или нет? Снова с 4, наверное, ответ задуман. Что я могу сделать? Иной. Может быть, просто взять на Ж3 ферзь С7, потом Е5? Наверное, вот это самое логичное. Правда, меня Е4 ход беспокоит. Может быть, надо было все-таки повнимательнее отнестись к этой позиции. Ход Е4 крайне неприятный. Да, и он исполнен. Потому что на ЦД следует Е5, разумеется, промежуточный ход. Ну, значит, делать нечего. Значит, надо брать. Брать тут и, наверное, просто играть Ж6. Блица мне, конечно, не нравится, собственно. Конь идет куда-то на Ж5. Мне уже хотят поставить мат. Давайте я попытаюсь там как-то... Бабеспокоить белых по центру, чтобы сразу этот самый мат не получить. Я не уверен, что здесь настолько плохо у меня. Но позиция для Блица все-таки очень неприятная. Надея Е1. Тоже подтянул Ладью в центр. Считаю, была возможность ДЦ. Наверное, надо было рассмотреть ее посерьезней. Тут уже ожидается, наверное, каких-то грубостей. Моадрес вроде Кунь-Ж5 и Наш5. Там какие-то жертвы Слан-Ж6 или Кунь-Е6. Не уверен, что это пока все работает. У меня Кунь на С6 может подключиться к обороне на поле Е5 или на поле Е7. Ну, посмотрим. В любом случае, то, что даже приходится рассматривать подобные возможности, это уже неприятно. Я бы, конечно, на месте броня кого-то в СД сыграл. И задал бы мне ряд вопросов, как я собираюсь защищать своего короля в перспективе. Может быть, вообще король 6-7 там сыграю. Придержу черные поля на Кунь-Ж5-Х6. Вроде бы прямые матовые идеи пока не проходят. Соперник очень долго думает. Все-таки считает, значит, Кунь-Ж5 и различные жертвенные поползновения. Но я вот не убежден, что они проходят. Повторюсь, мне кажется, что не стоит играть на Кунь-Ж5. Соперник в раздумьях. Очень продолжительных раздумьях. Я уже начинаю подозревать, что, возможно, у него какая-то проблема с соединением. Или же я сейчас стану жертвой блестящей комбинации и получу мат. Ж5 сыгран, но в Аш-5 я обязан играть. В С4 есть простой ход, но я в него не очень верю. А сыгран на Кунь-Е4. С идеей Кунь-Ф6, Кунь-Аш-5. Довольно противная для меня идея, кстати. ДЦ, Кунь-Ф6. Тоже Кунь-Аш-5. Кунь-Р-Х8, тоже Кунь-Аш-5. Что же мне делать? Сыграю Ферзьи-7 на Кунь-Ф6, Кунь-Ж7. Это пока наиболее жизнеспособная идея. Там я препятствую. Там мой Кунь-Мат не получает. Это, мне кажется, достаточно основания для того, чтобы именно ход Ферзьи-7 избрать. На Ферзьи-4 уже ДЦ. Мне кажется, что мата там моему Кунь-Кунь-Аш-5 не будет. Вообще есть подозрение, что Чёрный перевес. Эта лишняя пешка всё-таки в итоге скажется. К КЗ-4, наверное, надо сыграть всё-таки. Хотя бы я какие-то практические проблемы создаваю. Может быть, не только практические на самом деле. Хотя, и здесь ход ДЦ, но я не буду с ним связываться. Он какой-то выглядит подозрительно. А там есть шанс, что после Ферзи-6 Кунь-Ж5 я получу сильную атаку на своего Короля. Поэтому после КГ-7 сыграю. По-моему, Чёрный сохраняет лишнюю пешку и комфортную позицию. Но с НЦ-4 уже видно, что не страшно. Но для меня просто ДЦ. Ж5. Можно сыграть Ферзи в 6. Я, на самом деле, уже... Не то, что жертв... То есть, наполовину жертвовал, наполовину зевал это качество. Но, понятное дело, что с таким... С таким преимуществом по времени моему оппоненту будет тяжело. На Е6 он ударит. Скорее всего, я не обязан брать. Свяжу слона. Ну и да, и тут, видимо, у белых позиция проиграна и по времени тяжело. Ну, не принимает ещё один вызов мой соперник. Поэтому давайте посмотрим, что происходило в первых двух партиях. И в первой партии у нас был дебют рейти. Я ничего хорошего по дебюту не получил. Давайте посмотрим, где можно мою игру усилить. Я даю конь b4. И вот здесь вместо хода d3 сильнее было конь a3. Что, кстати, честно говоря, вполне логично на самом деле. Можно было ход конь a3 сделать. Здесь, ну, интересно, такая рваная позиция получается. Но движок считает, что у белых минимальный перевес. d3, конечно, тоже не проигрывает. dc ход не точно. Здесь надо было сказать a3, только потом dc. Это я, по-моему, смотрел, но эта позиция мне не внушила большого доверия. Хотя, конечно, сейчас, присмотревшись с ней повнимательнее, видно, что по сравнению с партией это было более предпочтительное решение. dc сыграл конь d3. Последовал шаг. Ну, вот здесь, да, получилась интересная ситуация, в которой, вроде как, у черных намного лучше структура, но они пока отстали в развитии. Думаю, что у черных все должно быть в порядке, но требуется точная игра. Конь b3. Вот здесь, конечно, короче, сей не туда. Надо было просто сыграть e5. И меня, видимо, ожидали бы тяжелые времена. И так, жертвенная идея после 3-0, где и один конь e5 не проходят, но и увидим, что оценка почти минус 1, потому что стратегически у белых, белым довольно тяжело здесь. В партии мне удалось хотя бы прицепиться к каким-то слабостям черных. Здесь, наверное, есть достойная контр-игра. Ну, и тут трудно уже всерьез как-то критиковать игру соберников, потому что мы оба попали в серьезный сейтнот. Понятное дело, что здесь у белых явный перерез. Наверное, почти выиграно в какой-то момент, но здесь уже пошла игра в рыбку флага. И в итоге я этот флаг срубил. Прямо, конечно, в конце только у черных. Может быть, лучше со слоном против коня, но это было... Там уже шахматная составляющая отошла на второй или третий план. Ну, и во второй партии... Плава Лондонка. Здесь, конечно, ферз Б6. К полному порядку для черных идет Е6. Холд тоже возможен. Слон Д3. Ну, и вот здесь вот... Слон Ж3, АЖ. Здесь, наверное, не стоит играть ферз С7. Должно быть что-то более сильное. Я думаю, может быть, ферз Д6 на самом деле. То есть я видел, что компьютер пишет АЖ6, но АЖ6 не ход. Мне очень нравится внешне. Ферз Д6, моя идея была в том, чтобы просто взять и на ферз Е4 сыграть Ф5. Видите, здесь ферз на Д6 подкрепляет пешку Е6, в отличие от положения этого же ферзя на поле С7. Ну, компьютер считает, что черные здесь не уравнивают. То есть, наверное, все-таки, значит, надо сделать компьютерный ход АЖ6. Это, опять-таки, профилактика против атакующих идей белых на королевском фланге. И на Е4 здесь следует СД, Е5, ДЦ. И вот мы видим, что на самом деле положение пешки на АЖ6 спасает черных от жертвенные действия на АЖ7. Поэтому вот в этом довольно остром варианте черные в полном порядке. То есть, да, у них король слегка открыт, но преобладание в центре и лишняя пешка. Но это оказалось слишком тонко для меня, сыграл просто Ферз С7. Здесь, наверное, тоже большой беды нет. То есть, в белах есть какие-то атакующие идеи на королевском фланге, но я не уверен, что они дают перевес. Но черных легкие фигуры расположены тоже отлично. Пошла прямая игра. Такое ощущение, что мой соперник все-таки перегнул с активностью. Здесь вот действительно был ход ДЦ, который я отметил в партии. Смотрится, конечно, подозрительно, но вот, судя по всему, после конь Ж5, АЖ5, Ж4, черные здесь как-то конкретно защищаются от всех угроз. Хотя внешне это не очевидно. То есть, движок пишет, что конь Е5 надо сыграть. Здесь на ЖАЖ что-то произойдет, не очень понятно. Конь ДЦА. После ЖФЖ просто, вот видите, Ферзь подключается к обороне. И черные остаются с вагоном лишнего материала. Поэтому на конь Е5, Ферзь 3 предлагается. Ладья А на Д8, ну это, конечно, неподъемные для Блица все идеи. То есть на ладья Е5 теперь ладья Д3. Поэтому такая вот, такая вот Деспираду. С на Ж6, ТВ, Ж. Просто БЦ. То есть черный конь пока никуда не уходит. Черные вынуждают размен Ферзей. И в конце этого длинного, безумного варианта черные получают перерез, потому что их легкая фигура сильнее. Но это все даже в классику труднонаходимо. Это дело более-менее пристойный ход от Д8. Здесь мой соперник совершенно верно, как бы, отмечает, что упустил очень сильную идею Ферзь 6, которую я тоже не видел. Создавая игру на конь Ж5, и мне бы здесь, конечно, было туго. Ход Слэн С8, он по-своему логичный, он позволяет держать оборону, но, конечно, Блица Слэн С8 мне было бы тяжело сыграть. То есть идея хода Слэн С8 в том, что на конь Ж5 просто Ф6. Видите, черный Ферзь пата защищает, а Слэн С8 защищает пункт Е6. Здесь происходят такие тотальные размены, и черный в полный парадок Слэн С4 и Градаш 8. А если не место на Ж5 или Е4, тоже довольно мощная атакующая идея, опять-таки Ферзь подключается к обороне, и, видимо, черный здесь держится. Но в партии последовало на Ж5, Н5, наверное, надо было уже идти во все тяжкие, действительно, отдавать на Е6. Я прикинул, что здесь мат не получаю. Наверное, действительно, не получаю. Белый, правда, выигрывает много пешек за фигуру, но фигура в подобной позиции должна быть несколько старше, и компьютер это подтверждает. В партии последовало на Е4, и здесь, короче, С7, по-всему, хорошее решение, защищаясь от всех нападок белых. Но в итоге я выиграл материал, и, ну, конечно, Ферзь за 6 был жуткий ход, то есть я зевнул где и понешь 7, но, опять-таки, в этот момент уже было колоссальное преимущество по времени. Ну, на самом деле, простое ЦБ, видите, что белых их атакующих возможностей явно не хватает. Ну, и в партии получилась похожая ситуация. Просто обыиграл материалой. Со временем тоже у моего соперника была беда. Надеюсь, что вам было интересно. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Петров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!